друзья приветствую всех на предпоследний торговой сессии этой недели но поскольку завтра рождество собственно рынки будут закрыты сегодня вечер поэтому не будет ошибкой если мы скажем то что в рамках этой недели за исключением крипто рынка можно сказать что торги уже фактически закрываются но тем не менее я думаю что интерес к ним должен сохраниться потому что на низкой ликвидности а классически даже небольшому информационному фону какой-то новости может быть абсолютно достаточно для того чтобы спровоцировать мощную волатильность и динамику в связи с этим друзья контролируйте риски следите за загрузкой ваших депозитов и обязательно за теми плечами которые вы используете в своей торговле много раз отмечал друзья что если у кого-то из вас есть пробел в понимании что такое правило риск-менеджмента обязательно свяжитесь с вашими персональными менеджерами и вы получите самую профессиональную компетентную помощи также еще одно информационное сообщение друзья впереди конечно же много интересных дней до конца собственно этой недели но транслировать опять же общий фундаментальный фон от лица нашей компании далее продолжит а мой коллега александр наконечный я к вам вернусь уже в середине января надеюсь то что к этому моменту интерес к финансовым рынком в плане событий и ожиданий каких-то взрывных фундаментальных моментов а сохранится мы продолжим все обсуждать и самое главное друзья сохранить энтузиазм и хорошее настроение ну что же давайте посмотрим на то что на рынках происходит маме сейчас главная новость которая честно говоря вот мне как человеку который внимательно следил за процессом согласования новых мер экономического стимулирования для меня это новость стала неожиданностью то есть мы следили за тем как конгресс бодается между собой республиканцы и демократы касательно пакета фискальных стимулов и когда все-таки компромисс был найден то есть когда они согласовали новый пакета федеральной господдержки на 900 миллиардов долларов а казалось бы ну все можно ставить жирную точку экономика получит эти деньги а мы как продавцы доллара получим хороший повод и возможности топить за отработку короткой позиции по индексу доллара и далее и ставить на то что американец пробьет поддержку 90 пунктов он ее уже неоднократно тестировал доберется до минимального уровня с 18 года на значение 98 пунктов и пойдет уже на обновление исторических точнее 88 пунктов пойдет на обновление исторических минимумов но друзья американский президент дональд трампа собственно не подписал этот проект а его возмутил сам факт того что безработным а в качестве единоразовых выплата причитала сейчас 600 долларов он отметил что это позорная цифра и и необходимо увеличить до 2000 долларов против чего конечно же выступают демократы времени остается все меньше и меньше и и очевидно друзья то что до конца этого года уже компромисса никакого не будет вчера весь день все следили за тем будет ли все-таки наложено вето на этот законопроект потому что ранее на трамп все-таки просто критиковал этот документ и вето к сожалению было наложено фактически речь идет о пакете фискальных стимулов на 2 и 3 триллиона долларов но большая часть это те средства которые должны были пойти на финансирование правительства и не допущение шатдауна под конец этого года но фишка в том что в этот пакет 2 и 3 триллиона включен как раз и пакет фискальных стимулов на 900 миллиардов долларов поэтому трампа наложив вето на общие государственные расходы тем самым мы не позволил сейчас печатному станку вновь включиться и обеспечить потребителей домохозяйства той спасительной ликвидности которая была необходима я считаю что это непростительная ошибка потому что без этих чеков и без повышенных пособий на безработицу американская экономика фактически потеряла квартал и если опять же принять к сведению тот факт что уже действует вето оспорить его быстро не удастся придется вносить какие-то правки на это потребуется много недель друзья это уже 21 год и возможно мы окажемся в ситуации как и все трейдеры и инвесторы что американская экономика после слабого четвертого квартала начнет 21 год со страшной рецессии если еще и ковидная тема не отступит то тогда последствия могут оказаться еще более удручающими и опасными для перспектив всей мировой экономики как мы можем действовать в такой ситуации я думаю то что раз индекс американской валюты сохраняет позиции но вот на текущих значениях чуть выше 90 пунктов это прекрасная новость друзья это значит то что капитал в этом инструменте достаточен а те кто следит сидит там с большими деньгами прекрасно понимает что новые меры экономического стимулирования они пусть и со значительным опозданием будут принято соответственно нет причин сейчас разворачиваться выходить из индекса доллара и ставить например на восстановление либо на снижение каких-то других инструментов то есть можно работать с короткой позиции по баксу и не сомневаться в том что доллар при текущем новостном фоне окажется на более низких значениях за идею того что доллар нужно продавать очередной блок макроэкономической статистики вчерашние данные по личным доходам просадка на 1,1 процента личные расходы минус 0,4 процента заявки на пособие по безработице выше 800 тысяч страшная цифра друзья эту цифру можно культивировать в общий показатель безработных более чем в 21 миллион человек мичиганский индекс потребительского доверия 80 и 70 81 и 4 и траектории снижения сохраняется на протяжении многих месяцев подряд поэтому в сухом остатке у нас получается позиция трампа которая очень сильно подпортила общем мировой сложившийся оптимизм сейчас уже нет такой эйфории потому что без новых мер экономического стимулирования в штатах не будет уже того быстрого восстановления мировой экономики которое могло бы произойти трампа опять же играет в свою игру я не знаю к чему в конце концов это приведет но пока что у нас есть альтернатива кстати друзья как работать со всем этим в текущих условиях например золото посмотрите как стал активно восстанавливаться сейчас котировки 1876 долларов за тройскую унцию я по-прежнему настаиваю на том что нужно удерживать ланге с возможностью закрытия по этому инструменту 2020 год на отметке 1900 1950 почему бы и нет то по другим активам евро против доллара 120 205 я предлагаю евро сегодня рассмотреть в связке с фунтом еще то есть пару евро доллар и фунт доллар фунт доллар на отметке 135 52 вчера я думаю вы могли заметить как на финансовых рынках в средствах массовой информации стали появляться новости о том что соглашение между англии с уже достигнута на самом деле это не так последняя новость уже со ссылкой на рейтерс она подтверждена официальными источниками что достигнут большой прорыв и переговоры сейчас находится на финальной завершающей стадии но есть еще пару пунктов которые вызывают беспокойство и которые заставляют переговорщиков все-таки продолжать дискуссию фунт сейчас находится на очень высоких значениях и конечно же легко предположить что раз фунт сейчас верит значит большая вероятность того что соглашение все-таки будет достигнута сегодня кстати друзья такой официальный и тире неофициальный дедлайн когда с учетом всех прошлых комментариев следует что должна быть конкретика по сделке поэтому если фунта вашем арсенале тех инструментов с которыми вы работаете следите внимательно за тем что происходит на финансовых рынках сегодня от того какое решение будет принято зависит вырастет ли фунта пунктов на 500 либо просядет в таком же диапазоне разумеется те кто сейчас верит в сделку ставит на то что британская валюта окажется выше отметки 1 38 и совсем сверх оптимисты считают что до конца опять же друзья это не ошибка до конца текущей торговой сессии британская валюта может оказаться на уровне 1 и 4 то есть это 500 пунктов о которых я в принципе только что сказал мою позицию вы знаете я все-таки сторонник того что сделка будет жесткой я не верю в чудо в самом последний момент я могу ошибаться конечно же друзья потому что из-за нового выявленного штамма в англии конечно же видно что позиция великобритании дрогнула и они стали уже менее жестко отстаивать свои прежние принципы потому что если сейчас они окажутся еще у разбитого корыта оставшись без сделки с европейским союзом только видная тема их конечно же окончательно добьет но джонсон довольно импульсивный политик поэтому я допускаю что какой-то элемент принципиальности еще сохраняется и если все-таки ес будет использовать текущую непростую ситуацию обстановку в лондоне как инструмент рычаг давления на англию он может пойти на попятную все-таки отменить сделку соответственно реализуется жесткий сценарий при котором британская валюта полетит уже на эти самые 500 пунктов но только уже вниз примите для себя решение выберите сторону друзья и работайте с этой сделкой я вам желаю конечно же удачи евро в принципе до конца сегодняшнего дня поскольку других новостей нету европейская валюта может скопировать отчасти поведение британца то есть тоже два сценария либо рост либо падение но в отношении европейской валюты повторюсь что он движение будут не такими интенсивными как к по фунту и в целом уже под конец этого года на следующей неделе в начале 21 года мы все равно вернемся к идее роста главного валютного риска из-за тотального ослабления доллара то есть основной интерес сейчас к фунту именно из-за национального вопроса наиболее значимого именно для этого актива доллар канадец 128 48 лонг ставка сохраняется ввп как и ожидалось разочаровали против сентябрьского показательного целых восемь десятых процентов в октябре прирост составил только лишь 0,4 процента новозеландец против доллара 0,789 ставка также 0,72 нефть друзья 51 59 нефть меня продолжает поражать с учетом всего того что мы обсуждаем сейчас касательно новых штаммов опасений за перспективу мирового экономического роста нефтянку все-таки вытащили в рамках вчерашнего дня и непонятно на чем данные от американского института нефти показали рост запасов администрации аналитической информации снижение но символичное минус 0,5 процента точнее миллиона баррелей при этом запасы бензина и нефтепродуктов выросли а статистика бейкер-хьюз по количеству нефтяных терминалов тоже свидетельствует о том что он производство нефти будет расти и не забываем что с 1 января то есть через неделю опять плюс еще выкинут на рынок плюс 500 тысяч баррелей в сутки я рассчитываю на то что все-таки инициатива останется за продавцами они смогут вернуть бренд ниже 50 долларов за баррель с возможностью затащить этот инструмент уже поближе к 45 долларов друзья на этом собственно все хочу от себя лично пожелать вам прекрасного закрытия этого года год был непростым но многие тренды мы с вами вовремя отловили стали их придерживаться заработали на них в двадцать первом году ситуация будет еще более интересной поэтому попутного вам тренда реализации самых лучших инвестиционных идей и сделок я вам в этом буду помогать всем пока